Друзья, всем привет! Сегодня я в дополнение к вчерашней теме про то, откуда взялись винзоры то есть нынешняя правящая королевская династия Англии я расскажу вам более полно вообще откуда пошли все английские короли за последние тысячу лет и начну я с Вильгельма которого называют Вильгельмом-завоевателем в 1066 году он высадился в Англии разбил в битве при Гастингсе короля Гарольда и сам стал королем Англии так вот на самом деле завоеватель он был так себе дело в том, что он был вполне законным претендентом на английский престол его дедушка имел сестру Эмму так вот, эта Эмма была матерью предыдущего английского короля Эдуарда Испобедника и этот самый Эдуард вообще долго жил в Нормандии кстати, да, я не сказал Вильгельм был герцогом Нормандии то есть французом и Эдуард, живя в Нормандии вместе со своей матерью относился к нему очень хорошо и вообще до самой смерти считал его своим наследником так что король Гарольд в общем-то престол занял несколько преждевременно и так началась так называемая Нормандская династия которая, соответственно, была потомками именно Вильгельма но продержались они не очень долго по разным всяким причинам через 80 лет примерно династия эта закончилась но закончилась она как? не совсем умерли все три сына Вильгельма и осталась у него дочь Маргарита и эта Маргарита была женой герцога Анжу Генриха Плантагенета и поскольку других наследников не оставалось Генрих Плантагенет ну, Маргарита была женщина в то время это еще было невозможно чтобы она правила такой большой страной в общем, Генрих Плантагенет как муж дочери короля сам стал королем и оттуда пошла династия Плантагенетов правили они долго до 14 века и в конце 14 века Плантагенеты сменились династией Ланкастеров но на самом деле нет на самом деле Ланкастеры это те же Плантагенеты просто один из сыновей короля Эдуарда Третьего был не старший, а младший поэтому считается, что уже другая династия как и во Франции то есть Капетинги сменились в Алуа а на самом деле в Алуа это ну те же Капетинги и Бурбоны тоже вот, ну касаемо Англии после Ланкастеров были Йорки и началась война так называемая Алой Белой Розы и потом появились Тюдоры Тюдоры были тоже родственники Ланкастеров но это была фактически уже седьмая вода на киселе посмотрите мое предыдущее видео тем не менее все равно родственники и опять по женщине мужчины закончились после Тюдоров когда Тюдоры мужчины закончились была династия Стюартов тоже по женщине тоже очень дальние родственники седьмая вода на киселе со знаком плюс но все равно родственники и Стюарты правили до восемнадцатого начала восемнадцатого века потом появилась Ганноверская династия собственно Вензоры это и есть Ганноверская династия только переименованная так что нынешний король Каржум третий фактически очень очень отдаленный дальний но родственник Вильгельма завоевателя по женской линии с невероятными там перипетиями как это все переплетались судьбы людей но он родственник то есть фактически никакой новой династии нет есть все та же нормандская династия конечно там были у нее и французские и немецкие периоды ну сейчас мы имеем то что имеем вот так в общем все взаимосвязано в единый клубок и вот так его можно легко распутать изучайте историю наслаждайтесь пока вот никак не улетают дрозды то сидит смотрит